Этот выпуск мы посвятим европейской электромобильности. Марка DS показала Concept Car и Tense Performance. От аналогичного проекта шестилетней давности новая машина отличается некоторыми внешними панелями, которые накрывают углепластиковый монокок. Вообще-то к концептуальным спорткарам рестайлинги не проводят. Но тут серийное производство не рассматривается, а затевалось всё ради силовой установки. Ведь через два года все новые модели марки DS будут электрическими, и французским инженерам надо тренироваться. Итак, начинка соответствует перспективным болидам формулы И. Если сейчас там гоняются заднеприводные одномоторные машины, то с 2023 года чемпионат перейдёт на полный привод. Фактически мощность удваивается. Надолго ли хватит 25-киловаттной батарейки — вопрос, который в официальном релизе не поднимается. В любом случае машины будут тестировать пилоты команды DS — Антонио Феликс Дакошта и Жан-Ирик Верн. Ровно 102 таких спорткара могут купить пользователи цифровой вселенной Павильвин, чтобы поиграть в гонки. А для тех, кто не понимает, как можно продавать виртуальные вещи поштучно, сообщаем, что в данном случае DS продаёт не машину, а NFT — невзаимозаменяемый токен, который подтверждает право на владение цифровым активом. И если вы по-прежнему не поняли, то просто поверьте, что в новом мире реальное обладание несуществующими вещами не только возможно, но и стоит денег. «Лексус» необычным образом показал изображения электрического кроссовера RZ, приложив их к релизу о статистике продаж. Обычно такие сообщения никто не читает, но по такому случаю сообщим, что на почти всех рынках реализация «Лексусов» подросла. О машине не сообщают ничего. Однако мы знаем, что строят её на свежей электрической платформе ETNJ — с Макферсоном спереди, многорычажкой сзади и батареей под полом. У родственной Toyota BZ-4X есть версии с передним или полным приводом и батареи на 70 кВт-часов. Но, судя по индексу 450, «Лексус» окажется мощнее. «Фольксваген» же подразнил видеороликам электрического Vena ID Bus, пробную партию которых собрали в Ганновере. Теперь эти машины отправятся в Барселону на первые тесты для европейских журналистов. В основе новинки лежит платформа MEB, которая позволяет устанавливать моторы на обе оси. На этой же тележке сделаны модели ID-3 и ID-4, а вскоре к ним присоединится ID-5, чьё производство только что налажено на заводе в Цвикау, специально перестроенном ради электрических «Фольксвагенов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова